Всем привет, друзья! Сегодня вы проживёте один день вместе со мной. Давайте начнём. Сегодня будет очень много событий. В некоторых местах нельзя будет снимать, но мы всё равно постараемся. У нас есть такая маленькая камера, которая... Камера-шпион, я её называю. Поэтому давайте начнём. Полетели. Как я вам и говорил, у меня есть проблемка с поясницей. Там, короче, небольшой остеохондроз начался. Поэтому что я делаю? Я вообще сейчас хожу на плавание, хожу на растяжку, растягиваюсь дома. Также вот решил попить желатин. Желатин это такая штука, которая состоит из суставов там перемолотых животных и так далее. То есть суставы, кости и так далее. И получается вот желатин. И когда мы его пьём, то мы восстанавливаем тем самым свои суставы там, кости и так далее. То есть вы поняли, да? Вот. Поэтому я только начал пить желатин. Сегодня первый день. И я туда добавлю шиповник. Потому что он усваивается лучше шиповником, с витамином С. Вот. Я поставил просто на ночь желатин в холодильник. Он подстыл, видите, немножко. И сейчас мы будем мутить такое оздоровительное средство, так скажем. У желатина, конечно же, есть минус. И он очень большой. Это то, что он сгущает кровь. Это очень плохо, потому что сгущение крови приводит к тромбам и всякой фигне. Инфаркты, инсульты и так далее. Это очень такая серьёзная проблема. Но, с другой стороны, он восстанавливает суставы. Что же делать? Нужно сделать так, чтобы кровь не так сильно сгущалась. Поэтому мы будем пить в день где-то по 3 литра воды. Так, шиповник настоялся. Получилась у нас вот такая вот фигнюшка. Блин, он там застыл, короче. Он внизу холодец. Оу! Ха! Короче, я перелил его даже вот так. Хотел разбить эти кусочки. Но, походу, не судьба. Они до конца не разбиваются. Поэтому придётся пить так. Сейчас попробуем на вкус. Ну, на вкус такое, знаете, непонятно что. Такое, ну, с одной стороны без вкуса, а с другой стороны противно. Фу, кусочки пошли. Я сейчас блевану. Я серьёзно, меня тошнить начала. Фу! Друзья, купил я, короче, себе массажное кресло за 230 евро. Сейчас посмотрим, что это такое. Ещё не открывал, только что пришло. Получается, пульт выглядит вот таким вот образом. Тут массирует и спину, и шею, и всё, что только можно. Оп! 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 Нажимаем, как я понимаю, вот сюда на старт. И начинает массировать. О-о-о-о! Кайфовенько! Так, а шея где-то? Она идёт прям, знаете, смотрите. Вид? Вон. О, нифига, она подсвечивается ещё. И вообще очень круто массирует. И она идёт по всей спине вот этими роликами. Идёт по всей спине, очень круто. Так, давайте попробуем включить шею. Тут массирует, короче, есть функция. И нижняя спина, ну, поясница, средняя, короче, и вверх. Есть полная спина, она будет ходить вот так и массировать. Вот. Блин, ну прикольно, прикольно. Расслабляюще. Так, а где у нас шея идёт? Вот это вопрос. А, во, шея, нашёл. Во. Сейчас шея запустится. Ну-ка. О, пошло. О. Шея, шея. Отлично вообще. Не, ну это прикольно, слушайте. Когда после тренировки устал, такой сидишь и тебя мнёт. О, прям кайфец. Двести тридцать евросов. Я думаю, это того стоит. Ну что, друзья, можно сказать, от желатина мне хреново стало. Меня затошнило сразу же после того, как я выпил. Потом у меня что-то башка дубовая стала, как-то давить стало. Как будто кровь сгустилась и, типа, плохо там функционировала. Не знаю, пить его или нет. Какая-то дичь. Если кто-то вообще его пил, напишите в комментариях, какие ощущения у вас были. Не может же кровь сгуститься, блин, с первого раза. Это дичь какая-то. Короче, сейчас идём на массаж, будем делать массажик. Это уже, получается, мой шестой раз на массаже. Ну, блин, поясница уже не болит. Сегодня вообще хорошо чувствую, поэтому ещё, ну, вот этот раз сделаю, и ещё раз сделаю, и хватит, в принципе. Теперь у меня есть массажёр, который будет массировать меня каждый день. Массаж хорошо, кровь проходит туда? А массаж... В позвонки, в диски. А я возле позвонки специально... Как раз кровь туда идёт? Да-да, кровь проходит. Да, живая, вот так сказать, диска. Окей. А я... Сейчас я тебе вот это сделаю, и сделаю, и руки, и это... Потом сделаю небольшую неделючку. Такую небольшую. Сегодня она мне поделала спину и ноги, почему-то у меня колени ноют. То есть они там не болят, да? Есть у людей колени, просто они ходят, и у них дикая боль. У меня тупо ноют, и это неприятно. Сегодня она ноги мне помассировала. Сейчас гораздо лучше чувствую. Не знаю, скажу потом об ощущениях своих попозже немножко. После массажа пройдёт время и скажу, не знаю, скорее всего, они ныли из-за того, что мышцы забиты, и кровь туда не проходит. Скорее всего, в этом причина. Как мы знаем, кровь – это жизнь. Если кровь куда-то не попадает, начинается разрушение, онемение и так далее. Вот. Если у вас забиты мышцы, то, скорее всего, кровь не попадает в какой-то орган, либо там сустав, либо куда-то, и будет он, ну, болеть, начинать ныть и так далее. Начинается его разрушение. Поэтому массаж может спасти. То есть налаживается как бы кровообращение, и всё чётко становится. Короче, позже скажу об этом, помогло мне это или нет. Ну что, сейчас надо будет ехать на диагностику машины, там какой-то хруст непонятный, говорят, что, возможно, с коробкой передач какие-то проблемы, но пофиг. Сейчас, короче, на компьютере посмотрит, мастер узнаем, возможно, там покажет, не знаю, посмотрим, погнали. Вот это моя школа, я здесь учился. Вон щеглы там выходят, тоже здесь учатся. Так, когда покупали двигатель, проверили, вроде хорошая коробка тоже нормальная была. Какие-то ошибки, ребята, там есть всё-таки. Я просто засекал, я полный бак залил, полный бак отъездил, и получилось 15,6 где-то литров. Вот так. Это норма, да? Это нормально. Зимой, это же бензин. Понял. А я думал, из-за этого звука как раз вот и жрётся бензин. Я думаю, этот звук это вообще что-то механическое. Ну да, что-то последнее время такое чувство, как будто там мост вообще отваливается. Вот особенно на холодную, когда из дома выезжаешь, и вот там в какой-то момент он прям... Не знаю, откуда он берётся. Пробег у тебя крученный. Крученный? А сколько на самом деле? Вот это я тоже хотел узнать. На самом деле, какая-то билиберда. 49, по два раза повторяю. И вот отсюда пошёл уже с грузкой. Это ещё. Пробег в тысячу. Ну что, друзья, как вы сами слышали, Миша сказал, в принципе, машина вся в порядке. Единственное, там косяк довольно-таки такой неплохой, да, это форсунка. Её желательно поменять, потому что она уже типа износилась. Но он сказал типа, можно поездить, ничего страшного не будет, если я ещё поезжу. Вот. А так поменять форсунку бушная стоит где-то от 60 до до 100 евро. Поэтому, ну, в принципе, я не понимаю, откуда этот хруст идёт. Вот сейчас я тоже повернул, он был такой непонятный. Ну что, друзья, мой следующий поход это на Пилатес. Кто ходил на Пилатес, это растяжка. Короче, я пошёл. Там снимать нельзя будет, но мы немножечко поднимем. Ну что вам сказать, на Пилатесе, как вы видели, одни бабульки, поэтому, блин, желание отпадает туда ходить, потому что ты один молодой парень. Парней вообще нет. Просто одни бабульки. Это очень стрёмно и, скорее всего, не знаю. Я, скорее всего, больше туда не пойду, буду тупо тянуться дома. На Пилатесе мы там бомбили где-то около 50 минут, 45-50 минут. Я так устал, пипец просто, это жёстко. Ну а сейчас едем в зал, будем бомбить руки, у нас марафон. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, друзья, я хорошенько потренил. Руки горят, трицепс-бицепс. Плечики. Плечики растут потихонечку. Фух, в конце марафона буду Гераклом. Теперь осталось прийти домой и хорошенько навернуть еды. Ну что, пришёл я домой. Вот такая вот порта. Сейчас покушаем углеводиков, белочков. Захожу я такой на почту, а тут меня приглашают в столицу, в Таллин. Пишут. Пишу вам от имени съёмочной группы передачи Илоны Калдера про жизнь. Илона хотела... Ну и, короче, приглашают на интервью, там чё-то поболтать. Говорят, никакой политики там не будет. Просто душевное интервью. Вот. Приглашают в Таллин. Не знаю, ребят, ехать, не ехать. Бабок не предложили. Может им написать, дайте хотя бабок на дизель, чтобы доехать до вас, блин. Я же всё-таки к вам еду, именно. Набрал, короче, в Ютубе тут 1300 просмотров, 165 просмотров. И снимают они каких-то, блин, уродов. Смотрите, какие-то фрики непонятные. И вон какие-то, блин, чё это за дичь вообще, а? Какой-то гей вообще. Возникает вопрос. Я чё, похож на фрика? А сейчас что я делаю? Что я могу делать вечером? Я могу сидеть и монтировать видосик, выполняя свою работу. Монтирую видосик на второй канал. Кто ещё, кстати, не подписан, подписывайтесь. Ссылочка в описании. Там я снимаю про машины. Вот сегодня мы искали проблему. Там хруста, гула. Делали диагностику компьютерную. Вот, короче, интересно, интересно. Колени к вечеру опять начали ныть, блин. Видимо, одного массажа недостаточно. Сейчас поделаю упражнения для колена и для поясницы. Вот очень хорошая, короче, девушка помогает всем. Всем помогает. Там всякие гимнастические упражнения показывают и всякое такое для оздоровления. Зовут её Ольга Сагай. Не очень хороший комплекс упражнений. Я тогда и для шеи делал, и для поясницы сейчас делал, и для колен. Ладно, полетели, смотрим. Ну а чё, теперь поясница? Субтитры сделал DimaTorzok Ну чё, а теперь сделаем массажик заключительный и посмотрим, чё снял Мамикс тут. Ну вот и всё, друзья, день закончился. Спасибо большое за внимание. Сейчас пойду мыться. А вы ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока!